МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как на все найти время, а самое главное, как это время не потерять? Современный мир диктует довольно жесткие условия. А как в этом мире и ритме живет женщина со своими мечтами, желаниями, стремлениями? Как удается сочетать крепкую деловую хватку и женские обязанности? Этот вопрос я задаю не только себе, но и героиням проекта «Леди в деле». Уж они точно знают, как быть универсальной женщиной и деловой особой. Об этом в фильме-проекте «Леди в деле. Формула женского счастья». Релакс, спа. Эти слова в жизни каждой женщины ассоциируются с гармонией и отдыхом. А что делать, если ты владелец спа-салона или центра красоты? Такая героиня есть в проекте «Леди в деле» – Александра Лопатина. О секрете ее успеха мы поговорили в проекте «Леди в деле». Это было весьма интересно. Индустрия красоты, наверное, интересна каждой девушке, которая следит за своей внешностью, потому что всегда находишься в курсе всех новинок, разбираешься во всех новинках, что самое главное. Ну и потом эта отрасль сейчас очень быстро развивается. Самое главное, я считаю, это некая индивидуальность. Для меня некий такой девиз, что самое главное – это личный успех. Не надо делать хуже конкурентам, что-то там строить, какие-то козни. То есть главное – развиваться самой и выделяться. Формула женского счастья – она постоянная. Это счастье личное, это успех в работе, и, соответственно, ребенок тоже в личное счастье входит. И все-таки некоторое такое свободное время для своих плечей, которые мне тоже нужно. Дело спорится, когда есть поддержка. А для нас, женщин, мужское плечо – это, пожалуй, самая важная поддержка. Но еще лучше, когда с этим мужчиной ты живешь как в шоколаде. Моя следующая героиня совместно с мужем основала «Шока-студию». Валентина Ким в проекте «Леди в деле». Сложно было начинать, но это все так было, мне кажется, постепенно. Я уже подключилась как такой, как сказать, двигатель, двигатель продаж. Иван, он занялся именно производством. То есть его руки, его ум, смекалка, как сделать именно форму, здесь вот нет равных. А у меня уже такая функция осталась. Это именно там переговоры с поставщиками, с покупателями, презентация продукта, интернет-магазин, ведение соцсетей. То есть вот такое вот как бы у нас разделение производства, продажи. Массово производить хороший продукт производителю не всегда экономически выгодно. Когда фабрика разрастается, я считаю, что это почти невозможно отследить поставку, например, того же сырья, насколько оно там не поменялось. Потому что мы также закупаем у поставщика. Мы, например, работаем уже лет 7 с одной компанией. Мы знаем, что вот оно какое было, такое и остается. К дочерям вашим собираетесь, приобщать их собираетесь к этому моменту? Я думаю, придется им приобщиться, но они уже и готовы к этому. Потому что мы вообще, у нас компания входит, компания «Шкладная студия» входит в 100 семейных компаний России. Потому что мы даже проходили курсы, да, как передавать, как объяснять детям, как собирать семейные советы. И на самом деле это все работает. Тут выручают, что мы вместе работаем, мы можем друг на друга положиться и в работе, и в семье. То есть, соответственно, когда нужно там отвезти-привезти, мы друг друга подменяем. Это очень важно, что мы, как сказать, взаимозаменяемы с супругом. Появление двух детей в семье моей следующей героини стало настоящим подарком для них с мужем. Это повлияло и на развитие их семейного дела – настоящего детского сада с названием «Жемчужинки», куда они вкладывают всю свою душу. Если бы нам кто-то лет 15 назад сказал о том, что мы будем заниматься детским центром, тем более по методике Марии Монте-Сори, наверное, мы бы очень удивились. Это, наверное, первая была бы реакция. Пришло все от детей. Мы поняли, что мы не готовы отдать детей в общеобразовательное учреждение. И таким образом, за полтора месяца, вот здесь мы нашли помещение, это был семейный проект, который за полтора месяца помог из совершенно разрушенного пространства, где не было ни окон, ни батареи, ни полов, то есть были тут дырки, были тут мыши. У нас вот родился, действительно, в наше детище родился детский центр. Мама Александра, моя свекровь, она… Монте-Сори, поэтому… Причем она очень известная, Монте-Сори, педагог, она очень давно этим занимается. И, наверное, вариантов создать другой центр у нас не было. Счастье – это семья. Счастье – иметь возможность получать какие-то новые эмоции, радость. То есть это внутреннее спокойствие человека, наверное, счастье. Указы, заседания, встречи – все это наполняет жизнь моей героини. Казалось бы, совсем не женское дело, руководство Советом депутатов. Но и тут Елена Мокринская на лидирующих позициях. Она умеет выстроить отношения, она умеет общаться с людьми, она любит свое дело. Леди в деле, Елена Мокринская. Далее. Начинают все с завтрака для семьи, всех проводить, кого куда и как, кого в школу, кого на работу. Дом в любом случае сначала, но дом – это не я. То есть, например, проблемы людей, они иногда для меня намного важнее, чем мои личные проблемы. В принципе, вообще ничто не предвещало, что я буду каким-то политиком. Вообще, я даже никогда об этом не думала. Я хотела быть следователем по уголовным делам. Вот какие-то у меня такие были, адвокатом. Если ты хочешь, чтобы именно ты украсил место и сделал все для него, неважно, откуда ты приехал, ты можешь это сделать. Главное, какие ты цели преследуешь и какие задачи себе ставишь. Всегда, когда говорят, да, вот одна голова хорошо, две лучше. Есть проблема – собери профессионалов, продумай, как ее решить, и у тебя дело получится. Мне нравится моя работа, мне вообще нравится делать что-то для людей. Каждый на своем месте должен делать свое дело. И если вдруг понадобится помощь другу, надо ее просто оказать, потому что ты человек. Надо уважать и любить друг друга, и помогать друг другу в разных вопросах. Все будет здорово. В принципе, все это настолько просто, что невероятно. Главное – это исполнить. Исполнить себя, главное – дисциплинировать и себе сказать, что я хочу быть таким. Подниматься по карьерной лестнице на каблуках не очень-то удобно. Ну, конечно, проще на кроссовках, ну или, например, в балетках. Но не тут-то было. Наша следующая героиня Елена Каргина не просто руководит спортивными учреждениями, добивается успехов на своем поприще. Она развивает массовый спорт и с удовольствием делится секретами своего карьерного. Я, когда сюда приходила, конечно, было. Да, то есть мне многие потом в открытую говорили, да, что тебе здесь надо. Все вроде нормально же все было, что надо-то. Вот, но это со временем как-то улеглось, да. Коллектив сменился на более молодой, и все пришло в баланс. У меня несколько образований. По первому образованию я юрист. По второму я учитель физической культуры и спорта. Они мне всегда помогают, действительно, в работе. Ну, поскольку я закончилась, усмудрилась красным дипломом, вот, я люблю эту работу, профессию. И я пришла на собеседование, как раз нужна была моя помощь, юридическая помощь, да, там были несколько судебных вопросов. Я помогала абсолютно безвозмездной основе, да, и потом уже приняла для себя решение, что я хочу работать там. И там было интереснее. Я вижу систему, как это работает, да, и за счет того, что у меня все приведено в какой-то порядок, да, в юридический порядок. Многие говорят, что юристы, они немножко другие. Они действительно другие, да, то есть у нас все разложено по полкам. Вот у меня также все разложено по полкам в голове, я четко понимаю, где дети, где документы, где, там, родители. Я их не смешиваю. Входная дверь закрывается, я отключаю, у меня понятно, что телефон, конечно, я не отключаю. Немножко отключаюсь от работы, да, и у меня там начались свои дела, какие-то, там, домашние дела, да, то есть я отключаюсь. Но при всем при этом, как бы, я всегда на связи, у нас работа этого требует, да, и в какой-то момент я обратно включаюсь и побежала. Формула счастья, наверное, в гармонии, да, чтобы все было гармонично, дом, домом, семья, семьей, работа, работа. Когда все эти три составляющие приносят тебе удовольствие, я думаю, что вот это вот и есть формула счастья. Дышим ровно и спокойно, думаем только о хорошем, двигаемся только вперед. Такие установки дает себе замечательная женщина и отличный руководитель универсального спорткомплекса Подмосковья Татьяна Конова. Не только йога занимает пространство в ее жизни, не только этому она посвящает себя. Она сама совершенствуется и развивается. Татьяна Конова о секрете своего дела и развитии спорта. Я в детстве, в общем, мечтала стать учительницей, воспитательницей. И вот сейчас я прям реализовываюсь, получаю от этого очень большое удовольствие, когда занимаешься любимым, вот как раз в этом счастье, занимаешься любимым делом, помогаешь людям. Я очень благодарна своей семье, своим родителям, что воспитали во мне вот этот стержень, вот эта самостоятельность. Самостоятельность, конечно, во всем. Я, конечно же, привыкла, что я должна рассчитывать только на себя. И это дало мне вообще все, что я сейчас имею. Для каждого счастье свое. Для меня, да, заниматься любимым делом, помогать людям расти и развиваться. Здоровье, сила, красота. Вот в этом дивизии все. Главное для многих людей это здоровье, сила, сила духа, сила это все. Красота, как вы знаете, да, красота спасет мир. Как пережить предательство? Что сказать человеку, которому воткнули кинжал в спину? Что сказать человеку, которого бросили, оставили? Наверное, держись. Наверное, пройдет. Наверное, не опускай руки. Именно об этом говорит моя следующая героиня, Олеся Рудакова. Она смогла пережить предательство и не просто воскресить себя, а создать собственное сильное и мощное дело и вовлечь туда своих близких. Олеся Рудакова с историей своей жизни. Я была вынуждена работать на несколько работ. Денег не хватало. У нас была такая молодая студическая семья. Мои родители помогали снимать квартиру. И хотелось, конечно, развиваться. И вроде бы пытались вдвоем, но в определенный момент стали твориться какие-то такие непонятные вещи. Стали приходить, угрожать жизнь моей, его. И настолько был критичный момент, что он вообще скрылся. То есть мне пришлось уехать со съемной квартиры, потому что вообще бы у нас было... Скажу, это угрожало прям моей жизни. И для меня, конечно, это было, знаешь, вот такое сильное потрясение. Я была беременна как раз, да. А, наверное, вот эти все какие-то жизненные ситуации, они и помогли мне, да, скажем так, были каким-то таким пинком, да, когда я понимала, что мне не на кого рассчитывать. Очень важно не отчаиваться, да. Действительно, ну, на все... Я как верующий человек, на все воле Божьей, действительно, ты... Значит, если тебе эта ситуация дана, значит, она дана тебе для чего-то. Для того, чтобы действительно двигаться вперед. То есть я считаю, что любой женщине, да, будь она в какой-то плохой ситуации или в хорошей, просто нельзя останавливаться ни в чем. Я бы посоветовала женщинам, да, просто там подойти, там, в зеркало посмотреть, сказать, вот какая я там хорошая, да, мне все получится. Раз, два, три. Три маленькие звездочки, три счастья. Для моей героини Лиды Симбиревой многодетность стала настоящим подарком. Она очень любит детей и знает, как можно с ними дружить, как пережить развод и при этом остаться друзьями, как быть счастливой женщиной и очень счастливой многодетной мамой. Она расскажет в проекте «Леди в деле». Познакомилась с Андреем и вышла замуж. Вот, родила старшего ребенка. С Андреем отличные отношения были. Плохой был открытие тайны, которая произошла, поэтому я ее не буду раскрывать, но на самом деле брак был прекрасный. Это тяжело внутри переживать, это больно. Но когда смотришь на своего сына и понимаешь, что ты должна плотно стоять на ногах и показать, какая мама у ребенка, нужно отвлекаться, обязательно отвлекаться, а потом по жизни, вы знаете, я все-таки уповаю тут на Бог, и Бог помогает. Я хотела детей, очень сильно хотела детей, и я искала. Но мне страшно всегда, что, как ты будешь относиться к ребенку. Потом что-то поменялось. Что-то поменялось в тебе или что-то поменялось в человеке? В человеке. Поменялось что-то в человеке, потому что есть когда собственный ребенок и ребенок от другого брака. Здесь поведение немножко меняется. Я считаю, что с подростками нужно дружить. И здесь человек, с кем я жила, он немножко этого недопонимал, что надо быть другом. А он пытался его, ну, воспитывать, а старший не позволял этого. И, соответственно, конфликт, ну, получился большим шаром, который я развязать не смогла. И мне пришлось... Сделать выбор? Выбор по пользу детей. Я разъехалась и увезла всех детей в квартиру. И, в принципе, у нас сейчас нет вот этих вот склоков. Чем больше счастлива мама и папа, тем счастливее дети. Не важно, смогли они жить вместе, не смогли, но они всегда должны их поддерживать. Не важно, куда у вас ребенок пойдет там развиваться музыку, танцевать, заниматься спортом. Иди, у тебя все получится. У меня, в принципе, в жизни всегда я так с детьми, куда бы у меня дети бы не заходили, я их всегда поддерживаю, говорю, иди, у тебя получится. Не получится, значит, ничего страшного. Каждая женщина в своем роде актриса и звезда своей собственной жизни. Интересно поговорить о женщинах актерской профессии. И говоря о них, невозможно не упомянуть. Актрису Щелковского драматического театра и мою гостью Ирину Мозговую. О том, что такое актерство в ее жизни и на сцене, поговорим в проекте «Леди в деле». Для меня работа и дом – это две большие разницы. Вот если я на работе, да, руководитель определенной личности, да, еще что-то, то есть человек, который идет, добивается, который будет стоять, отстаивать. Конечно же, для своей семьи я тоже все буду отстаивать, но дома я немножко меняюсь. То есть я стараюсь вот все то, что здесь я держу, дома я стараюсь это все расслабить, свести к минимуму. И домашние вот все, как сказать, истории, да, они более, ну, то есть, скажем так, они душевные. Помимо занятий, да, которые проходят в определенный, да, период времени, это же есть еще и другая подготовка. Мы же выпускаем с ними тоже спектакли, с нашими юными артистами, да, театральной нашей творческой лабораторией. На занятиях я им отдаю много всего. Помимо навыков всего остального, естественно, физических сил своих внутренних, да, неважно, то их надо успокоить, угомонить в рамках их детской эмоциональности, которую, да, прибрать, потому что на сцене мы не можем вести себя так, как на детской площадке, например, да. Но здесь также я в ответ от этих детей получаю, ну, я, наверное, не совру, если скажу, что не меньше, чем они от меня. Когда ты открыт жизни, и она тебе открывает какие-то прекрасные свои стороны. В жизни есть множество людей, которые нас могут чему-то научить. Я умею радоваться. Возможности, которые мне дает жизнь, я их стараюсь использовать. Фотография. Именно фотография изменила жизнь моей героини в корне. Она развелась с мужем, взяла в руки фотоаппарат и стала создавать не просто фотографии, картины, шедевры. Сегодня она востребованный фотограф. Яна Булаж о том, как фотография изменила ее жизнь. Были, как это называется, покатушки на больших машинах. У нас была Нива красного цвета, как сейчас помню, на 29-х колесах. Соответственно, мы по лесам, по болотам, а там надо точки брать и фотографировать. И меня пару фотографов заметили. Типа я, ну смотри. И московская девочка, Наталья, дала мне в руки свой же фотоаппарат, нашла мне фотошколу и отправила меня туда. Композицию, ну честно сказать, толком, да, я была какие-то уроки, но я толком не изучала ее, прямо так досконально, как в художественной школе. У меня ребенок учился в художественной школе немного и сам рисует. И вот он у меня больше математик, такой вычислитель, а я по взгляду. И вот он мне тут мои фотографии как раз недели две назад анализировал. И говорит, мама, смотри, какие у тебя фотографии. Говорит, 90 фотографий из 100 ты делаешь правильно по закону третей и правильных композиций. Не наступать никому на горло, идти только своей дорогой и добиваться только своими силами, своим трудом и умением, талантом. Чем угодно, только не по головам людей. Успех счастья – просто просыпаться, каждый день улыбаться и радоваться дню. И тогда все получится. Если у тебя хорошее настроение, ты счастлив, близкие твои счастливые. И чтобы не было никакой зависти к ближнему. Бывает же все равно, что просыпаешься в каком-то настроении. Бывает, конечно. Ну как ты с этим борешься? Или ты не борешься? Я ложусь спать. Порой наша жизнь преподносит нам необычные уроки. Мы можем увидеть и услышать то, что в дальнейшем научит нас ценить то, что мы имеем сейчас. Такова история Светланы Паршиной, женщины, которая преодолела себя. Оказавшись в инвалидном кресле, она не опустила руки. Она нашла в себе силы бороться за жизнь, за счастье. Она пошла танцевать. Она занимается развитием доступной среды для людей с инвалидностью. И поверьте, что ее возможности совсем не ограничены. Леди в деле Светлана Паршина Врачи не давали никаких гарантий. Это был шок. Потому что рушились все планы, все перспективы, все надежды. Но надо было жить дальше. Ради сына, мужа, семьи. Преодолевать боль. Самое главное, не скатываться до чувства всемирной жалости к себе, которая очень захватывает. И тогда открывается сила. И появляется готовность поделиться ими с другими. Я иногда думаю, вот я, если бы осталась, так же работала инженером, семья была, ну, может, еще родила детей бы. Наверное, так бы работала, ходила с дома на работу, на электричку. А вот стала инвалидом, а жизнь-то стала у меня интереснее. Да, она тяжелая. Но она настолько интересная у меня. Не потому что то ли, может, мне повезло, то ли я попала в ту струю, в которую надо было попасть. Я нашла, я искала, я нашла. В этом и есть залог постоянного стремления не останавливаться. Работы много, ее нужно делать. Только вперед. Жизнь моей героини, которая написала эту книгу Ирины Даниловой, и вовсе необыкновенная. Она пережила клиническую смерть. Говорят, что люди, которые перешли эту тонкую грань между жизнью и смертью, знают и чувствуют несколько больше, чем все остальные. И я думаю, это так. Пообщавшись с ней, я поняла, что ценность женской жизни велика. Потому что женщина – это сила. Сила мира. Я помню ощущение понимания, что жизнь – это как частичка атома, как частичка молекулы. Что вот она есть, вот ее нет. И глобальность мира в сравнении с одной человеческой жизнью, она, глобальность мира которая чересчур велика, и с другой стороны, они равнозначны. То есть вот это понимание, что ты есть в жизни, ты есть, в принципе, этот мир, если посмотреть на это сверху. Вот 15 минут счастья, я думаю, что может себе организовать каждый человек. Это обнимашки с близким. Это какая-то мегаидея, которую ты преобразуешь в данный момент. Это дело, которое ты делаешь. Это глаза твоего ребенка. 15 минут счастья мы можем себе позволить. Я думаю, что не нужно искать год счастья. Найдите каждый день свои 15 минут счастья. Каждая женщина обязана проснуться бессовестно, счастливой и выйти из дома нагло красивой. Счастье для женщины – это не только состояние души, но и состояние мужа. Женское счастье лучше строить мужскими руками. Женское счастье – это когда все дома и спят. Простое женское счастье. Пришла с работы, сняла каблуки. Просыпаться в объятиях – это самое большое женское счастье. Все женщины прелестны, но если им добавить совсем немного счастья, они становятся неотразимыми. Немало цитат о женском счастье можно найти в разных источниках. Но самое важное, чтобы сама она, женщина, была тем самым неисчерпаемым источником любви, добра, вдохновения. Пусть она будет разной, но самое главное – обязательно любимой. И тогда она будет дарить и приумножать все, что дает ей жизнь. Ведь жизнь – это и есть сама женщина. Дорогие женщины, учитесь быть счастливыми, будьте счастливыми, никогда не отчаивайтесь, ведь вы особые. Ваш мир – это мир создания и благодати. С 8 марта вас, дорогие женщины! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова